Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире прямо сейчас программа «Диалог». В следующие полчаса с вами буду я, ее ведущая, Екатерина Фарисея Ермакова. Я от всей души рада предстоять гостю в нашей студии Лариса Федоровна Астафьева, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергеевском районе. Здравствуйте! Добрый день, уважаемая Екатерина, добрый день, уважаемые телезрители! Я сразу же напомню, наш телефон 2-45-89. Именно по этому номеру вы можете позвонить к нам, оставить свои вопросы, рассказать о каких-то острых ситуациях, которые происходят с вами в жизни. Тема у нас сегодня – защита прав потребителей. Можно ли День защиты прав потребителей, Лариса Федоровна, считать вашим профессиональным праздником, а именно учреждение Роспотребнадзор? Ну, как все знаете, что 15 марта ежегодно отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. И каждый год он посвящается конкретной какой-то теме. В настоящем году, в 2017 году, эта тема звучит следующим образом – потребительские права в цифровую технологию. Говорить о том, что День защиты прав потребителей является профессиональным праздником органов Роспотребнадзора, наверное, не совсем будет правильно. Почему? Потому что профессиональный праздник какой-либо службы – это день именно работников этой службы. В данном случае мы, естественно, не являемся потребителем, мы являемся защитниками прав потребителей. И правильно было сказать, что профессиональным праздником является 15 сентября – это День санитарно-эпилологической службы. А День защиты прав потребителей – это, скорее всего, праздник потребителей, потому что именно в этот день они могут расширить свои познания, узнать больше о своих правах и способах их защиты. Ну, думаю, все равно я с ним вас могу поздравить, поскольку каждый из нас является потребителем. Совершенно верно. В общем-то, защита прав потребителей – это одна из главных составляющих частей деятельности Роспотребнадзора. И, в общем-то, он нам очень близок. Мы активно занимаемся именно этими вопросами. Вот вы занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, что это за структура такая Роспотребнадзор, как она в Сергиевском районе представлена, о специалистах, о своих. Расскажите, пожалуйста, о штате. Роспотребнадзор – это краткая аббревиатура Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Она утверждена постановлением правительства с 2004 года. На территории Сергиевского района Федеральная служба Роспотребнадзора представлена территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе. И в состав территории, которую курирует территориальный отдел в Сергиевском районе, входит 8 районов. Но перечислять это вся северная часть – Кошки, Елховка, Шантала, Челновершины, Соклы, Клявленка, Мышла и, естественно, Сергиевск. Всего у нас работает один человек. А на территории Сергиевского района работает 5 специалистов. Высококвалифицированные, с большим стажем работы, которые всегда готовы и могут помочь в решении конкретной какой-либо задачи. Я уверена, что множество из наших жителей уже обращались и получали помощь. А я напомню, наш телефон 2-45-89. Мы уже слышим, что приходят первые звонки. Постарайтесь дозвониться, у нас всего одна линия и всего 30 минут. Вы уже сказали, что этот год и этот день празднования, скажем, отметить его, день потребителя, мы были готовы 15 числа и говорили в это время в основном о покупках виртуальных. Но деньги мы платим настоящие. Скажите, пожалуйста, насколько актуальна эта тема сейчас в Сергиевском районе? Может быть, обращения к вам какие-то были уже по этому поводу? Ну, чтобы вообще-то, конечно, интернет-покупками, наверное, уже многие проводили покупки товаров. И, в общем-то, эта тема, естественно, вообще в нашей стране и в Сергиевском районе, естественно, актуальна. Я хочу сразу оговорить, что обращения по нарушению прав потребителей через интернет-продажи, через интернет-магазины в Сергиевском районе не поступали. В управление Роспотребнадзора в городе Самара есть специальный отдел по защите прав потребителей. Естественно, они ведут статистику по таким обращениям по всей Самарской области. Но, к сожалению, я эту сейчас цифру не могу сразу привести на память. Но я глубоко убеждена в том, что отсутствие обращения жителей Сергиевского района к нам по вопросам нарушения прав при покупке в интернет-магазине не свидетельствует об отсутствии самих этих проблем. А в чем же дело? Я считаю, что недостаточная, наверное, грамотность населения о том, что свои права можно отстоять в том числе и при виртуальных покупках. Что такое интернет-покупки? Это выбор товара при отсутствии непосредственного контакта, при непосредственном осмотре самого товара. Товар выбирается через буклеты, каталоги, по каким-то рекламам по телевидению, радио, по интернет-ресурсам. И непосредственный продавец отсутствует, не присутствует при совершении этих покупок. В общем-то, я думаю, что многие сталкивались с тем, что при заказе через интернет-магазины не всегда доходили товары. Просто не приходили и все. Или приходили, допустим, ненадлежащего качества, скажем, с каким-то нарушением технических или других свойств. Или, допустим, просто элементарно, скажем, при выборе заказа одежды не подходили по размеру, фасону, цвету и так далее. И я хочу сказать, что в этом случае, несмотря на то, что продавец непосредственно не принимал участие в осуществлении вот этого процесса продажи товара, отстоять свои права можно. И вот этот товар ненадлежащего качества или товар надлежащего качества, который не подходит по каким-либо параметрам, или, значит, нарушенные права потребителя о получении информации товара. То есть продавец просто не предоставил информацию, соответственно, покупатель не смог выбрать и определиться с необходимостью того или иного вида товара. Товар можно вернуть. Можно вернуть надлежащего качества, отказаться в любой момент до получения товара, отказаться от товара в течение 7 дней после вручения, то есть получения товара. И если в письменном виде не были оговорены сроки возврата товара надлежащего качества, то покупатель имеет право вернуть товар в течение 3 месяцев. Ну, а если это надлежащего, если не надлежащего качества, опять же, значит, имеет право вернуть товар в сроки гарантийной службы товара, написав об этом продавцу и предъявив свои претензии. Правильно я понимаю, законодательная база для такой деятельности, она уже есть, а стало быть, для каких-то проверок, обращений жителей. Вот эта интернет-деятельность, она уже прописана в законах? Совершенно верно. Торговля через интернет в российских законодательных актах звучит как дистанционный способ продажи товаров и рекламентируется рядом законодательных актов. Во-первых, это Гражданский кодекс Российской Федерации. Там в статье 497 четко прописаны правила продажи через интернет, через сеть интернета. Далее, ну, многим известен закон о защите прав потребителей. То есть, по нему мы привыкли отставить свои права непосредственно в продаже при прямых покупках. Также этот закон, статья 26.1, регламентирует порядок продажи через интернет. И постановление правительства Российской Федерации об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом. Ну, еще существует ряд законодательных актов, которые мы непосредственно не контролируем, но они точно так же прописывают порядок продажи дистанционным способом. Спасибо большое. Я бы нас напоминаю, 2-45-89, номер нашего телефона. Мы продолжаем принимать ваши звонки, уважаемые телезрители, чтобы все ваши вопросы обязательно озвучить в нашем эфире. Лариса Федоровна, мы тему эту хотелось бы еще больше развить. А скажите, пожалуйста, есть ли вдруг у телезрителей у наших, которые смотрят наш сегодняшний эфир, или может быть, дай бог, конечно, в будущем, произойдут такие проблемные ситуации, как правильно обратиться, какие документы нужно собрать, может быть, в момент покупки, как себя нужно правильно ввести, есть ли какой-то алгоритм у человека неприятности с интернет-покупкой, и он обращается к вам. Как это именно сделать? В общем-то, это касается не только, так сказать, неприятностей, касаемых при интернет-продажах, но и, естественно, при любых покупках, осуществляемых прямым способом, при получении услуг, оказанных не добросовестно, не того качества. И я хотела бы, конечно, на этом остановиться более подробно. Если раньше гражданин, который считает, что его права как потребитель были нарушены, он мог просто прийти к нам, обратиться. И если мы в его обращении усматривали нарушения, то мы могли выйти на хозяйствующий субъект, то есть это индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, и провести внепланную проверку. То с 1 января 2017 года порядок обращения граждан, которые могут послужить поводом для проведения внепланной проверки, несколько изменился. В соответствии с указанными изменениями, с 1 января 2017 года для граждан вводится фактически обязательный, предварительный, претензионный характер. Что это такое? В общем-то слова... Да, звучит пока страшно. Да, немножко страшно, но на самом деле гораздо все это просто на деле. Если гражданин считает, что его права ущемили, нарушили, то он обязательно, прежде всего, должен обратиться с претензией именно к хозяйствующему субъекту, то есть к тому лицу, который, по мнению вот этого потребителя, считает, что нарушили. То есть он должен письменно обратиться к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с претензией. И если данное лицо, то есть хозяйствующий субъект, не удовлетворил его требования, причем если они, естественно, законные, или просто не ответил на его претензию, вот с письменным подтверждением потребитель может обратиться в Роспотребнадзор и, усмотрев основания для проведения неплановой проверки, мы обязательно выйдем на объект, ну, хозяйствующий субъект, который, по его мнению, потребитель нарушил его права, проведем проверку. Если в ходе проведения проверки выяснится, что основаниями послужили ложные доводы, то есть не подтвердились доводы, тогда, естественно, мы принимаем решение о прекращении проверки и, установив законном сроке, даем гражданину ответ. Как долго ждать гражданину ответа от юридического лица, к которому он обратился до вас? Есть ли какие-то здесь сроки? Да, естественно. Да, естественно. Есть 59-й федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Он относится как и к органам государственной власти, в том числе, к которым мы относимся, так и ко всем индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. Согласно этого закона, ответ должен поступить не позднее, чем в 30-дневный срок. А если не желает юридическое лицо принимать такое заявление, оно как-то заверено, как входящее? Совершенно верно. Правильный вопрос. В таком случае гражданину необходимо написать письменную претензию и вообще, для того, чтобы лучше разрешить свои вопросы, все претензии, свои обращения, конечно, надо излагать письменно. Это более действенно и, естественно, имеет более основания для проведения каких-либо мероприятий. В таком случае гражданин должен написать претензию и отправить заказным письмом с уведомлением. То есть у него четко будет на руках получено уведомление о том, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель получил, но никаких ответов не поступило. Это тоже будет подтверждением того, что гражданин полностью свои права к данному хозяйствующему субъекту, ну, как сказать, осуществил, но ответа не получил. Ну, то есть вот и появляются бумаги, с которыми можно идти к вам столкнуть. Совершенно верно. Я еще раз напомню, 2-45-89, номер телефона в нашей студии, звоните, задавайте свои вопросы, уже совсем скоро мы к ним перейдем. И еще хотелось бы уточнить. Мы знаем, что есть определенные правила обращения. Хотелось бы их сегодня обсудить, в том числе, например, работаете ли вы с анонимными заявлениями? Опять же, возвращусь к тому же 59-му закону о работе с обращениями граждан. С анонимными обращениями, конечно же, мы не работаем, как и другие органы и структуры. Для того, чтобы обращение, жалобу какого-либо гражданина мы приняли к работе, в ней четко должно быть прописано фамилия, имя, отчество, адрес проживания. Хочу сразу напомнить о том, что мы не информируем тех, на кого, допустим, жалуется гражданин. То есть, ну, часто бывает так, что люди просто боятся обозначиться, потому что, ну, ожидают каких-то негативных последствий со стороны тех, на кого они пожалуются. Нет, такую информацию мы не доводим до тех, на кого пожалуются, поэтому это обязательно для нас. Обязательно для нас, ну, в соответствии с требованиями законодательства. И еще я хотел бы остановиться на одном моменте. Кроме письменных обращений, к нам частенько приходили электронные письма. То есть, по электронной почте присылали нам жалобы, обращения, и, соответственно, мы с ними работали. Вот также с 1 января 2017 года тоже внесены изменения, 294 закон. Это закон, я хочу напомнить, который определяет порядок проведения планов и непланных проверок на контролирующем органе, в том числе, естественно, и Роспотребнадзором. Сейчас такие письма не могут приняты как основанием для проведения проверки. То есть, если гражданин официально зарегистрирован через Волга Телеком, то есть его электронная почта идентифицирована, в таком случае мы сможем эту жалобу принять как основание для проведения проверки. С обычных, так сказать, домашних страничек, к сожалению, это письмо не будет основанием для проведения жалобы. И принять меры мы не сможем. Да, мы ответим, что, значит, по вашему обращению мы не можем провести проверку по следующим, по основанию тех, которые я говорю сейчас только что. Как проверить, зарегистрирован ли особым способом адрес, допустим? Это что, должно быть какое-то учреждение, адрес какого-то учреждения? Через Ростелеком, то есть, ну, в общем-то, вопрос достаточно сложный, честно говоря, с 1 января он введен в действие, но еще четко не существует алгоритм. Да, совершенно верно. То есть, это проблемы, с которыми столкнулись не только мы, вот, как Орангрозпотребнадзор, но и другие структуры, к которым обращались и обращались через электронную почту. Но над этим вопросом работается, я думаю, четко будет алгоритм, и мы вернемся к этому, вернее, к этой форме работы, но в более упорядоченном виде. Прежде чем перейти к следующей теме, еще раз напомню, 2-45-89, наш номер телефона, звоните, задавайте вопросы, буквально через минут 5-7 мы к ним приступим. Хочется вспомнить прошедшую зиму. Ну, никак без этого. Тогда все федеральные средства массовой информации говорили о массовых отравлениях жителей определенного региона спиртосодержащей продукции. Скажите, пожалуйста, обещали законодатели, что что-то поменяется у нас в законах, что будут больше жителей защищены от таких неприятностей. Есть ли у нас какая-то статистика по Сергиевскому району? Может быть, были какие-то обращения и, на самом деле, случились ли подвижки в законах? Да, совершенно верно. В конце декабря, наверное, всю Россию всклыхнули известия об отравлениях, произошедших в Иркутске. А отравление произошло не пищевой спирт, содержащий продукции. Это средство для обработки ванн, боярыш. Ну, понятно, нормальный здравомыслящий человек, в принципе, не должен употреблять, но, к сожалению, факт остается фактом. На этикетке было четко прописано, в состав входит 95% этиловый спирт. Ну, а водка тоже, как все знают, все грамотно состоит из основы этиловый спирт. По итогам было проведено заседание в правительстве Российской Федерации, в ходе которого было принято решение главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Поповой Анной Юрьевной, было издано постановление о приостановлении реализации сроком на 30 суток спирт, содержащий непищевой продукции, крепостью свыше 25%. То есть, что это? Это лосьоны, тоники, то есть, в принципе, те, которые не предназначены для употребления внутрь, но, к сожалению, некоторые несознательные, скажем, люди ухитрялись в качестве алкоголя пить. После истечения срока 30-дневного в январе месяце очередным постановлением срок запрета был продлен еще на 60 дней. И в свете вот этих событий и на основании вот этих постановлений по поручению правительства Роспотребнадзор усилил контроль за оборотом спирт, содержащий как пищевой, то есть просто алкоголя, да, так и не пищевой спирт, содержащий продукции. То, о чем я говорила, это вот как раз тоники, средства для мытья ван, там, и так далее, и так далее. Смысл в чем заключал? В том, что мы увеличили кратность проверок, кратность проверок, внеплановых проверок и проверяли наличие запрещенных, запрещенных средств, спирт, содержащих не пищевой продукции и, соответственно, оборот алкогольной продукции. Сказать, что какие-то либо изменения в законодательстве Роспотребнадзорную, в моем лице, естественно, мы неуполномочены комментировать, то есть когда они будут приняты, естественно, об этом, наверное, узнают все граждане, те, кто, как сказать, является как потребителем, так и вот мы, как контролирующие органы. Но с нашей стороны увеличился контроль и ужесточился контроль за нарушением при реализации спирт, содержащих не пищевой, так и пищевой и алкогольной продукции. Не могу не спросить, у нас в Сергеевском районе случаи употребления не пищевой с какими-то последствиями для жителей фиксировались? Обращения, может быть, были? Да, мы проверяли непосредственно по поручению, как я уже сказала, по поручению правительства Российской Федерации, проводили проверки, так и из органов РОВД нам поступали материалы, именно когда гражданин, употребляющий, но не пищевой, не пищевой, то есть не лосьон, не тоники, а обычный алкоголь, что купил в определенном магазине водку, употребляя ее, значит, почувствовал недомогание, обратился в медицинское учреждение, и ему поставили отравление алкогольной продукцией. По этому делу мы проводим административное расследование, то есть, в общем-то, будут изучены документы в случае наличия данной продукции, именно, что характерно, чтобы из данной партии, мы, если она будет в наличии, мы ее отберем на исследование, и тогда сделаны выводы, насколько она была качественной, или, может быть, гражданин злоупотребил употреблением. Отравление не пищевой, спиртсодержащей продукции, на территории Сельгинского района не зарегистрировано. Это, конечно, радует, но, тем не менее, проверки продолжаются. И хочу сказать, что лица, ну, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в общем-то, как сказать, упорядочили торговлю, и, вот, скажем, запрещенные средства, которые вот по этому постановлению в продаже практически сейчас не находят, то есть находок таких нет. Хотя на территории других районов, вот, о которых я говорила, входит в состав надзора территориального отдела, были случаи, когда реализовали спирт, назвать водкой не поворачивающий язык, спиртсодержащая продукция, изготовленная кустарно, из воды, этилу, спирта с примесями метилов, формальдегидой и другими, в общем-то, страшными примесями. Без информации о продавце, без информации о производителе, ее качествах и так далее, и так далее. Вот такая сейчас русская рулетка. Да, 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 совершенно верно. Мы переходим к вопросам телезрителей, и первый из них, наверное, крик о помощи. Примите меры на продуктовом магазине, расположенном в одном здании, в торговом центре Ивушка, это Суходова, начиная с 8.00 торгуют спиртным. К сожалению, не подписано обращение. Скажите, пожалуйста, к вам ли этот вопрос, и что можно сделать, что посоветовать нашим телезрителям? Ну, вопрос, в общем-то, задан абсолютно правильно и логично, потому что все знают, что торговлю водкой можно производить с 10.00 до 22. Но, к сожалению, этот вопрос не находится в компетенции Роспотребнадзора. С этим вопросом надо обратиться в органы полиции, в РОВД. Спасибо большое. Следующий вопрос тоже из Суходова. Другой магазин под названием «Меркурий». В нем ежедневно разливают спиртное. Это создает атмосферу повышенной криминализации из большого количества нетрезвых клиентов, как вот сообщает нам дозвонившийся. Употребляют спиртное они в одном метре от прилавка с кондитерской продукцией. Это неприятно, куда нужно обращаться. Сразу хочу прокомментировать, что были внесены изменения в законодательство, не сейчас, в более предыдущие сроки, когда запретили в магазинах, именно в магазинах продовольствия и торговли, торговать водкой на разлив. То есть то, что водкой торгуют на разлив, это уже однозначно нарушение. Водкой на разлив можно торговать только в предприятиях общественного питания. Некоторые предприниматели, которые ранее занимались торговлей водкой именно в магазинах, просто решили, скажем, перекраситься. И в свои коды внешнеэкономической деятельности, так называемые АКВД, добавили просто оказание услуг общественного питания. И думают, что таким образом можно решить вопрос. То есть кроме того, как прописать в своем уставе, что они оказывают услуги общественного питания, нужно и условия соблюсти. То есть должны быть прилавки, должны быть столики для, скажем, принятия не только алкоголя, но, естественно, каких-либо блюд, соответственно, площади и так далее. А то, что прописывают в магазине «Веркурия», конечно, это является абсолютным нарушением. По этому поводу можно обратиться как к нам, то есть мы контролируем оборот алкоголя, ну и, конечно, в органы внутренних дел, нарушение общественного порядка является непосредственно их прерогативой. — Скажите, как к вам обратиться, если житель продолжит тему и заинтересован в том, чтобы приняли меры? Что это, нужно к вам лично приехать? — В общем-то, для того, чтобы обратиться как с этим, так и с другим вопросом, в общем-то, я уже проговаривала порядок обращения. — К ним сначала обратиться, получается, нужно. — Вот такой вопрос. В данном случае здесь не идет вопрос о защите прав потребителей, то есть идет вопрос о нарушении санитарно-пилологического благополучия и в том числе нарушения оборота алкогольной продукции. Вот этот вопрос, я вот когда проговаривала порядок обращения, упустила о том, что разделяется на два, так сказать, на два порядка. Это вопрос, касающийся санитарно-пилологического благополучия, вопрос защиты прав потребителей. В данном случае здесь можно обратиться напрямую к нам. Хорошо, спасибо. Почему в магазинах Сергеевского района 50 на 50 нет пандусов? Это законно. Подскажите, куда нужно обратиться? Суходовый, неамин, инвалид, первая группа. Данный вопрос, спасибо за вопрос, конечно. Действительно, он имеет очень большую общественную значимость и, как сказать, действует программа «Доступная среда для инвалидов». Но вопрос данный не относится к нашей компетенции. С этим вопросом необходимо обратиться в органы социальной защиты, как по, скажем, по Сергеевскому району, ну и если есть необходимость, то в вышестоящие органы Министерства социальной защиты по Самарской области. Ну, поэтому вопрос хочется отметить, что все чаще в магазинах, в том числе и торговых, в любых точках, такие пандусы все-таки появляются. Хорошая тенденция. Еще один вопрос. Почему по Сергеевску 13 пивных магазинов, где разливают пиво? Есть ли законы по контролю за этим вопросом? Людмила Ивановна, педагог-пенсионер Сергеевск. Сразу хочу сказать, что по контролю за соблюдением санитарно-непологических требований, в том числе за оборотом алкогольной продукции, который тоже так же относится и пиво, тоже алкогольная продукция, ведется санитарно-непологический надзор со стороны Роспотребнадзора. То есть мы проверяем правила продажи, требования и так далее. Но вот по количеству размещений, по количеству вот этих торговых точек, пивных, так называемых, мы не контролируем. И, естественно, этот вопрос, наверное, не регулируется никаким законодательством. Ну, стало быть, спрос рождает предложение. Совершенно верно. Может быть, и к сожалению. Еще один вопрос. Из Сирноводска. Татьяна, мама трехлетней дочери, интересуется. Купила ребенку питьевой йогурт. В нем инородный металлический предмет. В магазине утверждают, что мы его туда поместили после вскрытия крышечки. Как быть несправедливостью? Еще раз давайте алгоритм этот проговорим, чтобы было понятно. Что вот делать, Татьяне? Порядок обращения остается тот же, о котором я говорила чуть-чуть раньше. То есть, в общем-то, также необходимо обратиться с претензией письменной, с претензией письменной к продавцу и, значит, ожидать ответа или ответа, или не дождавшись ответа, соответственно, обратиться к нам. То есть, естественно, доказывать ей ничего не надо. Значит, не получив решение вопроса от предпринимателя или не получив ответа, она может обратиться к нам. Мы, усмотрев в этом основание для проведения проверки, можем провести проверку, затребовав документы, условия хранения, ну и, в общем-то, принять меры к недобросовестному продавцу, если факты, естественно, подтвердятся. Спасибо большое. Еще один вопрос из Сургута. Юлия Маркова задала его. Можно ли в барах район оказывать услугу кальян? Кто и как может проконтролировать, чем именно заправляют данные устройства? Вопрос защиты населения от воздействия от табачного дыма регулирует федеральный закон номер 15. К сожалению, кальяна не подпадает под действие этого закона, хотя, хочу, извиняюсь, хочу оговориться. Кальяна бывает двух видов. Бывают на основе травяные кальяны и бывают так называемые каменные. Каменные именно это те, которые курят на заправке на основании табака. В случае, если возникают какие-то сомнения, конечно, обратиться к нам можно. Мы выйдем в рамках административного, скажем, расследования в точку общественного питания. И хотя бы просто по документам, с проводительным документом, то есть, какая смесь заправляется в этот кальян, мы можем провести проверку. В случае сомнений, скажем, если употребляются какие-либо наркотические средства, С данным вопросом, конечно, надо обращаться в органы полиции, потому что, ну, как, скажем, контроль за оборотом наркотических средств не входит в компетенцию органов Роспотребнадзора. Но, тем не менее, провести хотя бы документарную проверку мы имеем возможность. Но запретить кальяны никто не вправе. И, в общем-то, пока законодательство о запрете курения в общественных местах на кальяны не распространяется. Вот такая новинка. Ну, наверное, время покажет, что называется. В принципе, ведутся дискуссии о том, чтобы, скажем, всем известные электронные сигареты приравнять также к курению обычных сигарет. Но пока вопросы находятся на стадии рассмотрения. Еще один вопрос. И Суходол нам задают, кто и как часто контролирует магазин «Магнит» поселка Суходола, улица Мира. Очень много просроченного товара, как считает Людмила Ивановна, дозвонившаяся. Даже называют конфеты «Москвичка», сыр и так далее. Как и все хозяйствующие субъекты, мы контролируем его в рамках порядка 294-го закона. Я повторяюсь, это наш, так сказать, основополагающий закон, который определяет порядок. Буквально недавно, ну как недавно, в 2016 году была плановая проверка, извиняюсь, была плановая проверка юридического лица. То есть, эта проверка была на территории всей Российской Федерации, начиная с Самары и кончая по всем районам, где находились в том числе и магазины «Магнит». Естественно, эти проверки затронули магазины «Магнит» и на территории Сельгинского района. Да, естественно, в ходе этих проверок были выявлены ряд нарушений, за которые были составлены административные меры административного воздействия. Ну, а по поводу того, что бывает просроченной продукции, ну, обращайтесь к нам, что мы можем сказать. Большие торговые сети, большой объем товаров, возможно, где-то что-то и случается с просрочкой. Обращайтесь к нам по тому порядку, который я проговорила выше. Еще последний вопрос, наверное, мы на нем будем завершать прямой эфир. Приятно, что он из периферийного села. Николай Сергеевич, интересуется, в селах района индивидуальные предприниматели в маленьком магазине торгуют и продуктами питания, и бытовой химией, и тут длинный список товаров, и все это параллельно. Законно ли это, вот, интересуется, мы даже можем передать подробные данные. В общем-то, конечно, все представляют, что в селах, в маленьких селах, скажем, супермаркеты, гипермаркеты никто никогда не разместит, и это практически невозможно. Да, естественно, есть такая, не то что практика, это жизнь, что в маленьких магазинах торгуют как и продовольственными товарами, так и непродовольственными. Да, в принципе, это законно. И сказать, что прямо четко оговоренной площади, такой нормы нет. Единственное, что должно быть, это должно быть соблюдаться товарный сосед. То есть, скажем, нефасованные товары, или даже, скажем, фасованные, должны располагаться рядом, скажем, с товарами бытовой химии. Как в любом магазине? Да, в принципе, как в любом магазине, естественно, скажем, с синтетическими моющими средствами, с порошками, то есть, сильно пахнущими. То есть, в первую очередь, это соблюдение товарных сосед, то есть, правильное размещение на полках, это, образно говоря. И, в общем-то, допустим, скажем, если товары, как продовольственные, необходимо взвешивать на весах, то есть, естественно, должны быть разные весы. Ну и упаковка. То есть, это законно, но при определенной добросовестности продавца. Главное, чтобы заблюдались все мелочи. Сейчас нам подсказывают, что время нашего сегодняшнего прямого эфира подходит к концу. Лариса Федоровна, у вас есть некоторое ограниченное время, чтобы обратиться напрямую к нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, я с удовольствием поздравляю вас с прошедшим Днем защиты прав потребителей. И хотелось бы от всей души пожелать вам, чтобы совершаемые ваши покупки, получаемые вами услуги, доставляли вам удовольствие, были полезны для вас, для вашей семьи, для вашего здоровья. Но, все-таки, если случаются проблемы, когда ваши права нарушаются, я хочу напомнить, что есть такая государственная служба, Роспотребнадзор, куда вы всегда можете обратиться. И мы в рамках своей компетенции охотно поможем, проконсультируем, подскажем. И в случае, если есть основания, примем меры, обратиться к нам можно по номеру 243-54 и 245-75. Мы всегда рядом с вами и стоим на страже вашего здоровья и законных ваших интересов. Спасибо. Спасибо вам, Лариса Федоровна, за такой интересный прямой эфир, такие полные ответы, практически полезные. А вас, уважаемые телезрители, мы благодарим за внимание и за ваши вопросы. Прощаемся с вами, но, как всегда, ненадолго. До свидания, до встречи на телеканале «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин